МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Масштабный литературный проект «Русские чтения» стартовал в Нижнем Новгороде. Сразу три новые школы построены в Нижегородской области по нацпроекту образования. Акция «Народный хор» состоялась на площади Народного единства в Нижнем Новгороде. Подробности далее. Анна Панкова учится в Нижегородском губернском колледже на педагогов. В свободное время читает романы. Она среди сотни других нижегородских участников встречи. Здесь школьники, лицеисты и, так же, как Анна, студенты колледжей. Но, пожалуй, главный гость, заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Олешко. С залом он в открытом диалоге. Тема «Русская культура объединяет». Конечно, было место наставлением, историям из жизни, иногда на личных, можно даже сказать, живых примерах. Это была моя первая пародия в жизни. И мне показалось, что сейчас я их всех удивлю. Я полз к приемной комиссии, к этому шоу, и говорил, «Бросьте, мученицу, льван, на растерзание! Я сестра твоя, поверю, имя, сестра, имя этого подонка! Граф Бекингем, и так головой, ба-бах!» И они говорят, он сумасшедший. Он сумасшедший, но он так хочет, значит, видимо, учиться. Мы его возьмем. В повестке информационная гигиена – важность живого общения, но главное – это литература и книги. После вступительного рассказа Александра из зала стали задавать вопрос. Очередь дошла и до Анны. Как вы считаете, какое для вас литературное и художественное произведение нашей многонациональной страны является прям символом России? Символ России. Ну вот вы тоже задали такой вопрос. Россия, какая огромная, великая, многонациональная. Гимн. Вот так я вам скажу. Спасибо. Его ответ был неожиданный. Встреча прошла очень интересная. Мне было интересно посмотреть на Александра Владимировича. Часто видели его по телевизору. И лично увидеть человека, посмотреть на его ненаигренные самые настоящие эмоции. Встреча артиста с ребятами приурочена к масштабному проведению русских чтений в Нижнем Новгороде, а также Дню народного единства. Я очень благодарю тех взрослых, которые организовывают и придумывают, вот те возможности, активности, которые есть у нового поколения. Главное им не пропустить этот момент, им быть внимательными и свою жизнь построить для того, чтобы потом этот огонь передавать. Пускай эта передача огня происходит, потому что за новым поколением жизнь нашей прекрасной большой страны. Кроме того, к празднику приурочено возложение цветов в Нижегородском Кремле, в память о героях Нижегородской области, как прозвучало перед началом церемонии. Место возложения цветов выбрано не случайно. Михаил Архангельский собор – это, можно сказать, историческое сердце народного ополчения. Именно здесь сформировалось объединение людей, давшее отпор польской интервенции в 1612 году. Со сцены Пагаузов монументальную прозу Шолохова не просто читает, а будто транслирует в зал известная артистка Ксения Алферова, погружая зрителей в эпоху. Это событие, собравшее в Нижнем Новгороде сразу несколько именитых актеров театра и кино – русские чтения. Звучит не только проза, но и стихи. Разумеется, и Максима Горького в «Черноморье» в исполнении Антона Шагина. И пусть авторам в текст уже заложен свой смысл, новое прочтение только добавляет красок. И здесь важны разделения, расставления акцентов, чтобы зритель этот удивительный поэтический образ считал, чтобы он им в полной мере насладился и прочувствовал. Проект новый и у нас впервые. Главная его задача – через русскую литературу познакомить молодежь с традиционными ценностями, отраженными в текстах. Место проведения выбрано незвучайно, как уже было сказано, Нижний – Родина ополчения. Наш ЕГИОН – это столица Родины ополчения. Мы являемся сейчас молодежной столицей, в следующий год будем культурной столицей. А русская литература – это наш культурный код, который нас объединяет, наши русские традиции. Когда редакторская группа готовит проект, мы стараемся тщательно подбирать каждый отрывок, адаптировать его под чтеца, потому что чтецы – это, наверное, не побоюсь этого слова, это наши инструменты донесения тех слов, которые прописаны в том или ином произведении. Русские чтения – не последнее, но одно из важнейших масштабных событий, приуроченных к празднованию Дня Народного Егинства. Если практика первых чтений себя хорошо зарекомендует, то они могут вновь вернуться к нам в регион. Служба информации Никита Григорьев, Михаил Городников. Совсем скоро эти коридоры и классы наполнятся детским смехом и желанием получать знания. Школа номер 9 в Кстове готовится встречать учеников. Здесь у нас лаборатория химии и биологии, здесь будут проходить исключительно практические лабораторные работы, подведена вода, то есть все у нас здесь работает. Будут размещены микроскопы, цифровые лаборатории, все, что необходимо для проведения лабораторных работ в соответствии с УГОСами. Здесь все необходимое не только для комфортного обучения, но и для творчества. Так, по последнему слову техники, оснащен современный кабинет кулинарии. Три клеточки, вытяжки, даже холодильник, микроволновая печь, миксер. Все, что необходимо для того, чтобы научиться готовить вкусную палетку пищи, в подъезде имеется. Ну а, пожалуй, главная изюминка школы – бассейн. В образовательном учреждении продуман буквально каждый из 17,5 тысяч квадратных метров. Первые 450 ребят придут сюда уже во второй четверти. Всего же школа откроет свои двери для 792 учеников. Для местных жителей событие долгожданное. Мы ходим уже в третью школу, школа переполненная. Детей очень много, поэтому школа здесь нужна. Все здорово. Все новое, все красивое. Завершено строительство и школы в селе Большая Ельня. Рассчитаны на 1225 девчонок и мальчишек. Остались, что называется, последние штрихи. Помимо учебных классов, три спортивных и один актовый. Столовая, медпункт и библиотека. Это долгожданные школы, потому что в этом муниципалитете большая нагрузка на существующие. И ведение двух дополнительных школ позволит разгрузить существующие школы. За новые парты сядут и юные жители рабочего поселка Виля. В школе на 400 мест созданы все условия для обучения, занятий спортом и творчеством. Отдельное внимание организации доступной среды. Все школы адаптированы к обучению маломобильных граждан, оборудованы пандусами, подъемниками, на территории игровые площадки. Новые школы возведены по нацпроекту образования. Куратор строительства – корпорация развития Нижегородской области. Служба информации Наталья Куликова, Сергей Щеплягин, Василий Лысков и Алексей Завылов. На площади Народного единства в Нижнем Новгороде у памятника Минину и Пожарскому исполнили марш веселых ребят. Десятки голосов людей разных возрастов, представителей разных профессий стали участниками акции. Народный хор и вместе спели в канун государственного праздника Дня Народного единства. Песня «Веселая» Для меня мой первый раз. Надеюсь, что я буду еще участвовать в таких мероприятиях. Я пришла с девочками, с которыми занимаюсь уже очень давно. Мы занимаемся в одной студии и мы также выступаем за движение первых. Здесь собрались также ребята из других организаций. Мы уже успели познакомиться, пообщаться. Поэтому я считаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще. Я горжусь своей страной и народом. Медикам, круглосуточно оказывающим помощь пострадавшим от обстрелов военнослужащим и мирным жителям, вручили медали за медицинскую помощь в зоне СВО. В госпиталь поступают пациенты с осколочными ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами. На счету нижегородских медиков – тысячи часов операционной и сотни спасенных жизней. Десять медиков получили награды. Среди них есть сотрудники семи больниц города и области. Медаль учреждена профсоюзом работников здравоохранения России. Первоначально, конечно, было достаточно сложно, потому что мы были первопроходцы, потому что надо было организовать работу, вникнуть в нее, ну и научиться работать, в конце концов, на территории, где проходят военные действия. Но, слава богу, мы, бригады, всем этим справились, задачи выполнили. То количество откликнувшихся от того количества, которое поехало, оно отличалось в разы, можно сказать. То есть желающих было гораздо больше, и мы направляли тех людей, которые наиболее нужны были, наиболее необходимы, готовы работать были в тех условиях, которые там в то время были. Они действительно оказывали очень качественную, профессиональную помощь. Им было сложно, им было трудно там, но они справились. Они исполнили свой профессиональный, гражданский и патриотический долг. Огромное им за это спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова